Я вам скажу, никогда не повернутся люди в Украину, захлопанного Донбасса, когда будет виден вот такой цирк и обливание грязью друг друга. Максим, вы считаете, что когда они будут видеть цирк, который проходил Верховная Радия, они захотят вернуться? Я объясню, что произошло на самом деле. Позиция номер один. Никто не имеет права называть себя таким, который больше, чем кто-то любит Украину. Нельзя приватизировать чувство патриотизма. Это раз. Второе. Госпожа Сераид продемонстрировала объективно двойные стандарты. Она отказалась поставить вопрос на голосование по требованию фракции о приглашении сюда всех полицейских, которые не было. Было выяснилось. Максим, вы не считаете, что вы не считаете. Тишина, пожалуйста. Тишина. Максим. Максим, все практически фракции. Спросите все. Вы понимаете, чем вы отличаетесь от простого гражданина Украины? Простые граждане Украины вас делегировали в парламент для того, чтобы здание парламента, здание парламента, повторяю, стало парламентом. И это не проходной двор. И он не может им быть априори. Так не может быть проходным домом ваша частная собственность. Я посмотрю на поведение вашей жены, когда я сегодня с березой, с добродомом, с мельничеком соберусь и приду к вам во двор. Во-первых, я вас приглашаю. Но я приду с чистыми намерениями. Во-первых, во-первых, я вас приглашаю. Возможно, даже с пивом. Пост, я пиво не пью, а вам действительно поставлю бокал и даже налью. Ну а если говорить серьезно и действительно без эмоций. А когда господин Семенченко, угрожая гранатой в руках, пытался завести людей с кривого рога для того, чтобы они за него не голосовали. Потому что у него никакой гранаты не было. Это был не Семенченко. Когда другие депутаты позволяют себе избивать украинских полицейских и говорить, что он враг народа, о том, что он его найдет и уничтожит. Хотя этот полицейский охраняет мир и спокойствие в Украине. Максим, на то, наверное, и коалиция, чтобы сказать тому же Семенченко, которому у вас есть претензии, что он был неправ. Но не говорить Семенченко, а ты в носу ковырялся, тогда мы лучше себе поднимем. Позиция такая, Алексей, позиция такая, о том, что зачинщики и организаторы, не люди, которые стали жертвой манипуляции, а зачинщики и организаторы, должны понести юридическую оценку и ответственность. И им должна быть дана политическая оценка. То есть вы сейчас угрожаете юридической ответственности как минимум Антону Герасченко, который привел этих людей в зал? Я говорю о том, что есть заявление, как минимум 500 полицейских, которые сегодня охраняют всю территорию Украины, находясь на блокпостах в Донецкой области, обращение, чтобы было проведено объективное и качественное расследование. И поставить точку в этих мордобоях и унижениях и оскорблениях. Дмитрий Иванович.